После парижских терактов поток беженцев в Европу резко сократился. Страны Евросоюза ужесточили правила въезда, поэтому сирийские переселенцы вынуждены искать новые страны, где они могли бы остановиться. Судан одна из таких. Однако большой поток мигрантов может негативно сказаться на и без того ослабленной экономике страны. Подробнее в нашем сюжете. Это центр по приему беженцев в Судане. Маленькая сирийская девочка терпеливо ждет, пока ее семья зарегистрируется и получит статус беженцев. И таких здесь еще более 4 миллионов человек. В то время как большинство беженцев направляются в Европу, Турцию, Ливан и Иорданию, ее семья ищет убежище в Судане. Они надеются, что здесь им помогут жильем и работой. В Судане все очень дорого, в том числе и аренда квартир. Мы нуждаемся в работе, ни о чем больше мы не просим. По данным ООН, Судан приютил около 280 тысяч беженцев. Большинство из них – граждане соседних Эритреи и Южного Судана. Раз в месяц каждой сирийской семье мы выдаем продуктовую корзину. Ее стоимость равна 100 долларам. Еще мы выплачиваем пособия и помогаем с арендой жилья. Мы делаем все возможное, чтобы сократить разницу между беженцами и местными жителями. Мы понимаем, что беженцы очень нуждаются в медицинских услугах. Но пока нам сложно это сделать. Наплыв сирийских беженцев в Судан еще не так велик по сравнению с Европой. Но представители комитета по делам беженцев заявляют, что в ближайшее время ситуация может измениться. Еще недавно в Европу хотели попасть беженцы со всех стран, особенно из Сирии, Афганистана и Пакистана. Но я предполагаю, что после недавних парижских терактов ограничения на вес в Европу вырастут. После этого, я думаю, многие из них отправятся сюда. В Судане ВВП на душу населения составляет около 2-3 тысяч долларов. Это 181 место в мире. 40% населения страны живут за чертой бедности. Таким образом, чуть ли не половине граждан страны самим нужна поддержка. А растущий поток мигрантов только усугубит экономическое положение страны.